Доброе утро, почтенная публика! Тема для наших разговоров становится все сложнее и сложнее. Дело в том, что, чтобы понять опыт человека, который он пережил, нужно самому, по крайней мере, пройти некоторый путь. Мой наставник утверждал, что духовный опыт не передается от человека к человеку. То есть можно скопировать, да. Ну, как любят дикарии, да, они все копируют. Они копируют и пытаются выдать за что-то свое, родное, безопасное, качественное. Хотя чаще всего, конечно, копия не то чтобы уступает оригиналу в качестве, просто существует для того, чтобы, ну, добыть себе немного денег. Каким-то, ну, достаточно варварским методом, да. Многое из духовного, накопленного человечеством, да. Я специально не выделяю никогда какой-то отдельный христианский опыт или какой-то еще. Все, что накоплено в духовной жизни, есть общая копилка человечества. Все это, оно, как кубики лего, да, очень и очень стандартизировано. Посты, молитвы, кому бы они там не были обращены. Все это простейшие алгоритмы, чтобы обратить на себя внимание того мира, который мы называем миром духов или миром духовным. А сегодня я хотел бы с вами побеседовать на тему, которая является противоположностью той теме, которую мы часто обсуждаем, и которую я называю ангельской ересь. То есть, некоторая форма коллективной безответственности, подвидом благочестия, которой поклоняются очень и очень многие. я даже скажу вам, что практически не встречал исключений среди окружающих людей, которые были бы свободны от этой, как я имею в виду, ереси. Как раз обратным является наличие сознательности и ответственности. Если истоками ангельской ересь является безотцовщина, значение, которое я часто подчеркивал в наших беседах. Безотцовщина, как корень всего, что происходит вокруг. Вожди, которые оставили заботу о веренных им судьбах людей и увлеклись только красотой у своих одежд. Новое платье короля. Они продолжают виноваться царями, владыками, отцами. Но, по сути, они пасут только себя. Занимаются лишь своим положением в обществе. Своей внешней наклонностью к благолепию, благочестью, в кавычках, конечно же. Я, опять же, подчеркну, что я не критикую. Я лишь констатирую факты. Этих фактов у меня, вот, я даже не знаю, не на одну книгу наберется, да. Если я начну их рассказывать, да, и перечислять. Но суть в другом. Ну, пожалуйста, вот очевидный факт. Я помню, как несколько лет назад на богослужении был праздник, большой праздник. Престольный праздник в церкви. И один чиновник, силовик, из Следственного комитета пришел на службу. И зашел в алтарь и общался с священником. Когда он вышел и ушел, этот священник с таким благовением прижимал к сердцу подаренный блокнот и ручку. Что я просто, ну, испытал отвращение. Я не видел, чтобы он прижимал к кого-то из своих прихожан подобным образом. Я понимаю, что благовение перед властью это одна из уязвимостей ангельского мира. Они благовеют перед силой и властью. Именно поэтому и проявляется их несовершенство. В них заложен определенный алгоритм. То есть для них отцом является тот, кто имеет власть и имеет силу. Это, наверное, самые основные критерии. Потому что отца узнать в правде у них так и не получилось за всю историю человечества. Отца в правде познали люди. Вот они смогли это увидеть. Они смогли это почувствовать. Воистину, Божий Сын, ты. А он говорит еще больше, да. Эти слова они как бы пропускаются многими мимо сознания. Но на самом деле они являются важнейшими. Он говорит, я отец есть целое. или как в привычном нам Евангелии звучит следующим образом аз и отец едины и сма. Одно целое. Я тоже думал как-то как и прочие люди полагают, да, что речь идет здесь о двух. А на самом деле речь идет об одном. что значит я и отец есть целое. Это означает то, что Иисус тоже стал отцом. Дела, которые отец делает, и я делаю. Иисус тоже стал с ним одним и тем же. Я не буду копаться здесь. каких-то припираний с богословами, да, которые любят выводить свои формулы из текста. Дел не в этом. В богословии современных и предшествующих мы видим лишь опыт фарисейства. Когда словами подменялась суть духовной жизни. Суть духовной жизни это дело. Это делание. Это познание. Это путь вперед. Сегодня я слушал кусочек интервью которую дал Лилл Маск. Относительно возраста Земли, относительно возраста Вселенной и относительно абсолютной точности развития человечества. Просто полной, я бы сказал, непогрешимости в этом поступательном движении. Как он утверждает, если бы хотя бы на 10% замедлилось бы развитие человечества, то скорее всего мы бы уже не успели достичь того сознания, в котором сейчас пребываем. Еще немножко и ну немножко по мерку Вселенной, конечно. несколько сот миллионов лет и Солнце возможно поглотит все живое на Земле, высушит океан и она станет безжизнным объектом. Ну конечно сотни миллионов лет это не так уж и мало по меркам отдельно взятого человека, но по меркам Вселенной это ничто. Но человек успел развиться. А сколько цивилизаций, говорит Маск, скорее всего так и не успели ничего на этом пути. И дело даже не в авторитете, да, которым он обладает. дело не в поклонении силе, да, ведь деньги это тоже сила, и многие поклоняются именно этой силе даже в духовной религиозе среде. Уж об этом столько сказано описано, что не хочется даже повторять за кем-то. Я приведу свои примеры. Я был в Тибете, обходил монастырь, изучал быт, мне просто было очень интересно, ведь эта цивилизация гораздо старше нашей на тысячелетия. И каждая цивилизация повторяет в чем-то предшествующий путь. Я увидел многое из того, что свойство нам и там. Поклонение силе, поклонение магизму, поклонение тем же демонам, которыми и мы болеем. Ближе к низине, там где города стоят, есть богатые монастыри, в которых все поставлено на поток. При входе огромной рынки, в которых можно приобрести все, чтобы быть угодным той силе, которой поклоняешься. Там масло для лампад, какие-то особые приспособления для молитвы. И соответственно с этим можно обретить монастырь и как-то обратить на себя внимание духов. И вот чем ниже, знаете, чем ниже монастырь расположен, тем ближе к городам, тем больше денег. Деньги, деньги, деньги. Во все. В каждую щель засунут купюры. статуях, в образах, в нарисованных каких-то изображениях на стенах, там если есть трещинка, обязательно будет ваткнута купюра. И ходят монахи, они весь день занимаются только тем, что вынимают отовсюду эти купюры и складывают в корзин. Уносят, высыпают, и тут же монах другой сортирует эти бумажки по номиналу и складывают в пачке. Особо не таясь, ну а чего? Ну, таков круговорот в нижнем мире. И знаете, чем выше поднимаешься, там, где уже приличная высота, 4 километра, 5 километров вверх, в горы, там уже не встречаются такие монастырии. Побуде, есть монастыри, а не меньше по своим размерам, купюр встречается все меньше, но они там тоже есть. Иногда заходишь в какую-нибудь недолгую келью и в ней сидит какой-нибудь монах на тюфике и тоже считает, считает эти купюры. Вот, но чем выше, тем меньше. И когда я поднялся на самый верх, это уже было почти 5 километров с группой, с которой проходил этот год. Ну, потому что в одиночку делать в незнакомой стране вообще нечего, а в горах то уж тем более. Тем более, если ты в них никогда и не поднимался. Так вот, на самом верху нас ожидал, я говорю слово ожидал, потому что это было, как бы сказать, ощутимо, да, что этот человек, он очень рад тому, что мы к нему пришли. ожидал одинокий отшельник, который кипятил на линзе из нержавеющего металла, из нержавейки, кипятил свой чайник. И он вышел к нам и обнялся. Ну, точнее, меня обнял. Дело в том, что я очень хотел найти хотя бы одного из них, из Гиллупа, из тех, кто представляет собой высшую ступень эволюции тибетского познания духовной жизни. Эти люди, они являются самым поздним учением Тибета. Милосердные. Те, в ком есть сострадания. Не как какая-то мимикрия, дескать, а таким мы представляем Иисуса и мы будем похожи на него, хотя на самом деле мы только похожи. Чаще всего у нас нет тех качеств, которые мы приписываем. Нет. Гиллупа, они действительно создали целую школу, целую школу сострадания к живым существам. Сострадание как основной духовный мотив их существования. и вот их отличительной чертой является желтая шапка. И так как они являются последней школой, ну, сегодняшний день, последней школой Тибета, это учение принес Будда, Цанкапа много веков назад. Много веков по меркам человеческих, а так всего несколько столетий. То те, кто являются более сильными, более влиятельными, авторитетными, прогнали их. Это школа гонимых, да. Хочешь быть сострадательным, тогда получи сполна, да. Если бы ты был таким, как мы, да, как фарисеи, как люди, ищущие силы в сильных меры сего, тогда мы бы приняли тебя как своего, и ты бы занял свое место среди нас. Но так как ты особенный гадкий утенок по нашему пониманию, тогда тебе не место. Иди прочь. Денег ты не получишь. А на самом-то деле из всех тибетских школ это ближе всего к истинному христианству. Есть сложное христианство, оно абсолютно похоже на прочие магические школы Тибета. Упование, да, на силу, большая матрица ритуалов, каких-то ритуальных действий, чтобы человек все время был чем-то занят. Чтобы у него не было ни капли свободного времени подумать о том, что он есть и где он есть. Для меня очевидно является то, что человек это пассажир на вот этом небесном теле, который мы называем планетой Земля. Есть время появиться на ней, есть время покинуть эту Землю. А вот как дальше будет, это вопрос каждому индивидууму. Сегодня огромное количество информации пленяет человека, подчиняет его себе, так что он попросту теряется в ней. И самое жуткое, что информация, которая обещает ему свободу, пленяет его сильнее всего. В общем-то опыт Иисуса это и есть освобождение от всего лишнее. В религиозной жизни очень много того, что сделано под каким-то благим предлогом, но совершенно не имеет силы освободить человека. Напротив, больше и больше подчиняет его себе и закабаляет, лишая его самостоятельности и лишая его способности самостоятельно мыслить и критически относиться к происходящему. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин назвал религию опиумом для народа, а точнее для народов. Потому что вид, в котором существует религиозная жизнь, чаще не предполагает никакого освобождения человека. Как я говорил, это огромная система ангельской ереси. Огромное количество людей, которые внешне добры, а по сути исполны комплексом, в том числе и властных комплексов. И исполнены какой-то неутолимой злобу по отношению друг к другу. Ну и ко всему миру, впрочем, который пытается из своих скромных сил как-то развиваться. Вот это упование на свою какую-то ортодоксальность, какую-то свою каноничность. при чем здесь это, хотелось бы сказать. Разве происхождение делает человек великим? Разве суть вся в происхождении? Разве Иисус был славен происхождением, а не делами, которые кроме него никто не мог сделать, и не делал, точнее не делал. Возможно мог бы, но не делал. Потому что была такая молчаливая договоренность. Никто не лезет на небо и все довольны всем, что происходит. Можно блокнотики прижимать груди, которые падают сверху, да? Можно изображать счастье на лицах по празднику. Я опять же не критикую. Я понимаю, что то, что я говорю, может быть принято в штыке. Это не критика. Это констатация факта. Как пациент осматривает и констатировать факт. Вот здесь у него здоровый орган, а в этом органе непорядок какой-то. Так я пытаюсь объяснять тем, кто все-таки хочет освободиться. Самое главное, что я хотел сегодня сказать, и до сих пор не сказал, видимо, затянулся немножко разговор сегодняшний. А вот это самая главная тема. То, с чего начал. быть одним с отцом, да, мы с отцом едины целы. Это значит самому стать отцом. Знаете, в своей жизни я часто слышал такое. Мы в тебе видим отца. Это мне говорили разные люди. если бы один человек сказал, я бы ну, просто подумал, наверное, эмоции, да, ну, может быть, чувства, да, но они все говорили мне одно и то же. Отец умер какое-то время назад, а мы в тебе видим своего отца. это начало происходить с некоторого времени, да, то есть до этого времени этого не было, но с некоторых пор я что-то смог осознать. Прошла какая-то трансформация, которую я смог осознать, да, что теперь я и отец есть одно. И когда люди говорят нет, я нисколько не ну, не сомневаюсь в их искренности и правдивости. И нисколько не превозношусь, значит пришла и моя пора быть отцом. пришло и мое время достичь этого осознания. Быть одним с отцом. не в плане могущества или силы. Это и так понятно. Есть определенные варианты магических, скажем так, действий, которые привлекают на твою сторону сил ангелов, и они начинают служить тебе. и ты находишься в шаге от падения. Но мне меньше всего в жизни наверное хотелось бы обладать такой силой. Но в чем же тогда мое внутреннее намерение я бы хотел ее раздать тем людям, которые в ней нуждаются по-настоящему. И вот я помню, да, многие люди приходили для того, чтобы обрести здоровье, чтобы обрести дух правды. Тот взгляд на вещь, который является наиболее истинно правдивым, в котором нет лжи. Я не удивляюсь, как же много вокруг лжи, да. Но что такое ложь, да, в религиозном мире? Это огромное количество суеверий, которым люди придают значение. Там знаков каких-то действий, да, в том числе и обрядах, которые для людей кажутся самым важным, да. Ну, действительно важным. Только вы поклоняетесь духом, да, дежурным, ангелам, которые поставлены там оберегать вещи от забвения, да, от деградации. Но не поклоняйтесь тому, кто является отцом по отношению к этим духам, ну, в том числе и этому миру, да. Потому что познать отца значит стать одним целым с ним. И я не говорю, что это здорово. Человек, который получил этот дар, он несчастный человек. Потому как знаете, это как кошмар, происходящий наяву. Дело в том, что любой кошмар можно закончить проснувшись от него. А этот кошмар происходит на него. И тебе не дано заснуть ни на минуту, чтобы ты успокоился. Ты просто видишь вещи такими, какими они есть на самом деле. это это хорошо показано в кинематографе. Я кинематограф считаю второй битой. Он настолько точен, настолько, я бы сказал, потрясающий, да, как говорил, опять же, Ульянов Ленин, из всех искусств важнейших для нас является кино, важнейшее искусство. Да, это правда. Это вторая Библия. Там такой кладезь откровений. есть, конечно, ты смотришь картинку для того, чтобы испытать эмоции просто, ну, какие-то восторги насчет красочности, точности кадра, там, ну, я не знаю, там, каких-то деталей, золотое сечение, может быть, да, художественно применено. Ну, да, это одна сторона, это то, что мы называем делами душевными. А я взяла духа, да, и там совсем другое, да. Пожалуйста, тут фильм «Остров», да, глубочайшее потрясение человека сделало его не таким, как все. И он вынужден жить и осознавать это. И он глубоко несчастен поэтому. Он не может радоваться, как прочие люди, не может уснуть ни на секунду. Потому что вот эта программа, которая в нем поселилась, да, программа правды, программа познания истины, она его подчинила себе. Не смерть боюсь, но того, как буду отвечать со шерстью, говорит он. И во многих там фильмах мистического содержания, да, голливудских фильмах, я видел эту тему, она часто сувалирована какими-то спецэффектами, но по сути она проглядывает. Есть люди, которые очень остро ощущают свое нахождение в мире и не могут успокоиться на секунду, и часто их жизнь наполнена трагедией от того, что это не может прекратиться. Как еще один фильм, да, назван, снятый по мотивам одноименной книги братьев Стругацких, трудно быть Богом. Быть Богом это не значит быть самым сильным, или самым умным, или как дикари хотят, да, стать Богом для того, чтобы все назвать своим. Нет, дело не выгоди, дело в познании. Человек способен познать даже Бога, причаститься ему, стать его частью, стать целым с Отцом Небесным. И вот в этом его трагедия. Как у Василия Васильевича Розова написано, я попробую вспомнить стату, потрясающий кусочек, да, из книги «Апокалипсис нашего времени». Ее уже сто лет вспомнилось «Апокалипсис». Бог замыслил мир и вложил в него все, что мог, всю свою душу. Родился урод, коллега, и отец смотрит на него, а поделать ничего не может. и в этом трагедия. Человек понял Бога. Но человек, да, тот, кто эволюционно дорос до этого понимания. Декарь не может понять, он может только скопировать, только имитировать, только мимикировать как-то под обстановку окружающейся. Поэтому бесполезно взывать к его сознанию, к его совести, к его качествам, которые он тщательно пытается изобразить. Он так останется текарем. Он не может преодолеть этого себе. Я не знаю, может, милосердие вселенной настолько велико, что он и, как утверждают в некоторых формах религиозной жизни, в следующей жизни сподобится это. Вполне может быть. Не знаю. Не хочу спорить ни о чем, да, потому что это не принадлежит мне, да. Однажды, находясь тибетя, я спросил у них, у тибетцев, почему ваши поклоны земные так сильно отличаются от наших? У нас принято падать на колени, иногда там после этого простираться, да, а вы падаете прямо из положения стоя лицом на землю. Ну, у них толстые штаны и, да, кожаные, поэтому они не боятся удариться. Ну, такая одежда, она плотная, такие, как бы, ватнички, там, такие накидочки. А они говорят, мы же хотим стать птицами, после того, как все это кончится. И поэтому падаем на землю, раскинув руки, как птица раскидывает свои крылья. Я удивился простоте ответа и сказал, ну, кто же вам запретит-то? Будьте птицами. А мы все вот пытаемся из себя изобразить каких-то послушных детей, да, только мы совершенно не знаем отца. Получается, самое страшное, что мы не хотим его знать. Просто не хотим. В этом уже наша особенность духовной жизни. Кланяться, но стоя спиной к Нему все время, никогда не повернув лица, чтобы, не дай Бог, Он нас не опознал. Это делает страх в человек. Стать бесстрашным и есть основа христианства. Стать бесстрашным. В этом то есть христианства. ни в чем другом. Но под силу для этого нынешнего я полагаю да. Но только тем, кто сможет себя преодолеть, сможет убедить себя в том, что все что он знает в кавличках это ложь. Что религиозная жизнь она совершенно в другом. Она лишь в бесстрашии и в честности с самим собой.